Вот у нас следующий этап. Начинается с Максимом. Потом он промазывает форму для того, чтобы заложить потом тесто туда. Сейчас он промажет уголки. Все промазывает. Вот они. В принципе, у него хорошо получается. Уже будущее закладывается. Он еще дома галитомальным помазал, да? Да. А, я их промазал. Так, сапиками откроете. Сторож полностью. Видишь, такая масса? Ммм. Иначе у нас морковь может показать. Морковь может показать. Морковь-морковь-морковь-морковь. Неопытный. Ты должен показать, как сама рука движется. А не макушка лысая. Я все показал. Сверху бегунок. Надо, почему я учу, как делать. Посмотри, вот так вот. Ощущаю. Потом сразу начинаю давить. Вот так вот. И сразу же опять. Одновременно не останавливается. Ощущается. А хорошо ощущается. Огурец хотя бы вот такой. Это на три части у меня пойдет. Я покажу, как. Вот она как. Идет. Теперь опять. В какой скорости самая мелкая, мелкая кашица. Сейчас я покажу, какая она. Молодя, что-то я это запутался. А где у меня ложка-то? Нету здесь что-то? Ну, если я положил, ее не должно быть где-то. Ну, видимо, здесь это. Ну, туда она не пойдет. Не вынес место. Нож сразу берут. Вот какая-то допасть. И я еще не положу мое брать. Это высказать нельзя даже. Ну, ясное дело, что не моя. Что не важно? А чем это объяснить? Я по сей день не знаю. Какое-то пользование от этого имеют. Притом люди расположенные. Спрячут под тремя заставами. Сверху напильник лежит. Все равно утащатся. Я в сколько раз спрашивал, зачем берете? Еще вы берете. Ну, ложку. Какую ложку? Ну, спрятанную. Где спрятанную? То есть, на одном месте. Я спрашивал тут, Вовка, ты зачем белый? Ну, ты. Вовка. Ну, ясно, что Вовка. Понимаете, это вот... Мы работаем. Работаем, допустим, 7 топоров. Вот она. Вот она уже через край полезет. Вот она, видишь, как это. Все, 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 не дрогайте все это. Вот. Пошли на ответ. У них топоры лежат сверху. Я своих под доски засунул. Прихожу, их топоры на месте, моего нету. Куда делся топор? Ну, мне же работать надо. Показывать другим. Старичок один. Добрый-добрый. А у меня какой-то портал. А где ты его взял? Я не знаю, как-то шел. Что-то под доской рука сама сунулась. Как это так? То есть, что-то я ощущаю с людьми. Дом остались на везде. Я куда бы еще не спрятал. По сподушку саму нету. Начинаю разбирать. Близкий человек, он не зло делал. Он просто так. Вот бывает собака на юх, она определяет, что это вещь. Вот как-то люди определяют, что это моя вещь. Вот эта, на мелкой самой. Видишь, она какая? Хотел ложкой показать. Вот она какая. Никаких тут нету, что стружками там где-то. Это самая мелкая. И вот сейчас приехал тут Алексей Виктор Загуляев. Ну, что профессиональный компьютерщик. Программист. Большие халтайские там областные такие предприятия его держат. Кажется, что он все знает. И говорит, двойные очки и ношу. А я когда книги писал, 9 лет, у меня около 30 тысяч часов ушло за компьютером. Тысяч. А учитывая, что я посмотрю, ну, в пределах где-то к 100 тысячам наружу подходит. Это невероятно, но 16 часов в день. Почему? Вот каротиновая капля, я про это не знал. А почему? Я не знаю, меня потянуло к морковке. И каждый раз у тебя спрашивают, там, Знакомые, близкие, там, священники. Вы морковку идите. Ну, сваренную. Не сваренную, а живую. Вот сейчас я вам покажу, как я делаю это. Ну, ладно там. Дальше я прощищаю. После этого вот это вот. А после этого водой обладонью хлопом никогда не мою. И она чистая. Вот сейчас я начинаю боком, боку не брать. Так. Сотри. Смотри. Супер. Это очень сильно влияет. Её потом не вытащить грудью, а всё сломанно припеки. Вот смотри, ты внимательно посмотри на меня отсюда. Подойди ко мне, возьми сухая. А я её помажу. Нет, значит просто помазаем. Сейчас ты помазаем. Вот это у тебя сухая часть. С одной стороны возьми масло и губку не надо. А ты мне внимательность просто, надо быть внимательной. Вот эту часть я не промазал. Вот эту, полностью вот эту сторону и вот эту полностью маслом промажут. Значит, что я делаю? Показать помогут. Отсюда выскрипаю ножкой. Поверху теперь. Никакой воды нету. Володя, мне маленько водички дай. Теперь беру огурец. Точно так же его начинаю. На чей есть? Да, пойдёт. Вот она как. Самая лучшая прочистка это огурец. Вот я сейчас огурцом делаю. Маленький огурец, но это половина пойдёт только. Всё. Всё. Огурцы спрячу в холодильник. Дальше. Снова. Так. Вот почти всё. Вот она какая уже стала. Теперь щёткой. Обыкновенная щётка. В разных направлениях. Перепрокидываю. Оттуда. А теперь вода. Вот так вот. Пожалуйста. Всё. Опять спрячу, чтобы мухиные. А вот это у меня сохранилось. Дяде Вове, скажи, что спрятал. Дядя Вова, смотри. Полтора огурца это. Это на следующий раз. А это для всех нас будет. Смотри, сколько с одной морковки натерло. Это принадлежит чашка мне. И половина вот этого подоконника моё. Чтоб сюда никто не залазил. У меня тут бумага. Нож. Ну всё есть. Сейчас идём обедать. Кто особенно работает на компьютере, тому больше. Имеется в виду и я, конечно. А ты как Евгений Тушенко. У нас в стране только три поэта настоящих. Как то. Ну, Расул Гамзатов. Там Дементьев Андрей. Ну всё. А третий, ну само собой понятно, что я. Ну и женщин. Он сразу называют Ахматову. Это его бывшая первая там жена, что ли. Ну так интересно отвечает. Такой был умница. А куда заваливался, прям трудно сказать. В сегодняшней ситуации, как бы он интересно посмотрел на Украину другие. Жириновского нету как раз. Покажи на котами. Кот-то, смотри. Подойди. Не трожь его. Это же интересно вообще. Давайте молимся. Кот-то, смотри. Это, это всё. Это всё. Это всё. На красную тёпку. Всё. Нормально. Цепы идут, да? Да, да, да. Всё. Всё. Что там? Здесь. Маслами всё замазывается. Маслами всё замазывается. А? Маслами всё замазывается. Так. Чё дальше? Обычно. Обычно или водой, или маслом лучше надо смазывать, потому что тесто прилипает к рукам. Давай. Давай водой. Давай я обычно маслом беру. Красно. Так вот раз себе. Раз себе. Раз. Чуть-чуть. Много грёшь. Смотри, вниз. Вдор клади. Вот слушай, вдор кладил. просто мне смотри я делаю немножко потом подминает от себе масло масло как бы был колеб смысл побольше потрудиться надо можно понемножку брать помочь его все вместе вместе соединились на тебя на ротах и что-то пациент отгибаю вас каждую подгибаю получится тренироваться конечно с первой попытки сразу не будет кончиться длинное дело после тренинга длинная, подожди там у меня лопаточка давай есть ах подминать под низ мать, заворачивай вот так концы заворачивай туда, вовнутрь я опять руки-то не смазал каждый раз при отрыве маш руки и края заворачивай туда, вовнутрь давай, давай пробуй нет, ты смотри, ты большие пальцы смотри, вот я делаю они не участвуют мне участвуют только вот эти четыре пальцы это только придержанный вот подминаешь а этими четырьмя вот так подгибай туда и все что делать, чтоб она тоже получилась не сюда нет да ты много взял но большую надо так тут те же одинаковые не одинаковые, вот смотри вот расстояние это шире ну что, она засыхает получается? да, она быстро засыхает вот почему она как-то тянется за определенное время, Максим возьми кусочек оторви, если тебе тяжело смажь маслом масло моты и без длину мы сейчас тесно занимаемся и без длины все, смотри все, смотри давай все, соедини чтобы одна масса была большие пальцы у тебя не должно участвовать я большие пальцы не участвую вот он ты просто эти движения не видишь я этим поджимаю вот сюда вот все потом делаю продолговато вот так вот как батон получается на держи клади сам сюда вот все, положил? ты немножко поднял? я поднял нет, по бокам поднял а не посередине, максимально да ты всегда внимательно обидай, когда тебе очередь ты бишь я поднял, а сам только сверху надо именно по краям а что ты не будешь? ну тебя же учат тебя учат я помню ничего ну у Георгия, конечно, у него у меня есть такие немножко неказистые а у него вообще идеально ровненькие получились у него это большой ну опыт, да не зря там где бы направлялся ну да ну да нет, маленький ты же не на булочку делаешь я могу застегнуть на, держи не надо застегнуть все, соедини ну да ну он не может пока поднимать ну что у него пальцы короткие может и пальцы короткие, да не путается можно по-другому на руке держать а второй поднимать ну пробы по-разному, Макс ты суть понял, что надо края загнуть туда, вовнутрь да ну соображай сам что тебе прямо каждое движение что ли да ну здесь вот 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 другое дело Масло Масло Руки масло Масло да Макс, он такой процесс надо запоминать все это по порядку ну не отвлекайся вот на эти на все делай так вот вот этим пальцем работа вот этими четырьмя вот так вот подминать дальше дальше подминать дальше поглубже куда вот вот так сейчас с этой стороны другую рукой сюда закатывай хорошо, что у меня ногти еще тонкие нету хороших Макс, не отвлекайся смотри на что ты делаешь все долговато делать только вот так вот так вот так вот так и клади сейчас вот сюда узенька первое первое подворачивай немножко поглубже все все у тебя там еще у тебя там еще не запомнил не запомнил если останется еще лепешки будем делать на держи подминать под низ подминать 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 тесто надо месить чтоб он замешивал тесто тесто вырусит вот такое он замешал сам тесто только я в конце его сделал не, я имел разминать его как на столе надо учить чтоб он пальцем туда на столе у меня не забывать я на пекаре у меня дядя работал в 18 лет подминать у них вода конечно применялась стоит такая ванночка но у них тесто немножко пожиже у меня она густая мне нравится тесто 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 зато плотненький получается хороший с этим я согласен слушай, мы печку не зажгли с тобой да сейчас я зажгу вот тесто может быстро конец можно поиск ты открываешь в пещи м ну что может показать гайф я открываю рушку можно ложить например крючка пищи среди уже заранее заложили разгорится сегодня ночью гроза была сильная с 3 часа проснулся там у меня газетки и береста сначала а потом полено кладется так поперек и этим у меня тут типа тяпки тяпка и туда сдвигает в конце ну скребок сейчас уже скребок накладывай накладывай потому что нужно одновременно понимать масло руки все так только полностью все пламя возьмется я его туда сдвину потому что если здесь оставить здесь нагреется а задняя часть не нагреется когда форму поставить хлебом задний хлеб не пропечется будет сырой и очень красиво пламя потом будет по верху так выходить и сюда красиво смеется до конца уже давай быстрее 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 а папа печку строй я спал как суслик я ничего не слышал я слышу просыпаться не попало просто что то просто просто еще попало что то на тебя вообще ты его не сворачиваешь она такая и будет потом глуха она так ровно не поднимется и будет она вообще никакая смотреться еще неизвестно как пропищиваться потом заворачивать заворачивание ленисик делать подворачивай подцами так как вытягивай и подворачивай прямо вот сюда заминай если не можешь двумянку делай одной рукой все все последнее осталось давай она заканчивается максим последнее все можно брать просто все дай ее посуду на делай а это у нас еще как ты хотел на лепешке оставил ура не ура а слава богу ура переводится бей его так что это не надо прогрессить почему когда в атаку бегут кричат ура бей его значит ты кричишь бей его вообще вячеславу богу или слава кресту дай в принципе отлично давай соединяем полностью соединяем пишем у тебя разваливаться разваливаться давай вот это тоже соединяем вместе ну все надо просто тренироваться да будет своя своя печка русская а ты говоришь типа ооо по сути шустрич как западешь и края под по сути 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 cap я так произвольно делаю лепешку из нее создавать можно на этой конечно . подминаю вот эти края, которые вы повесите, а его туда заворачиваю вот сюда, давай подожди, поднимай поднимай пока сейчас я вот так вот сделаю все, клади твои рубашки подминаю под ним подминаю здесь-то ты можешь здесь-то нет, здесь подминать не надо здесь надо создавать форму лепешки вот так вот надо разглаживать не-не-не, не стучай все, остатки не-не-не, так не надо, все-все все плани она тут поднимется сама уже форма создастся а потом будет в печку уже? нет, не в печку, это будет когда мы оттуда углей выгребем, тут будет большой жар туда уже этот хлеб залой поставим туда внутрь и здесь будет печь уже в сковородке он тоже к этому моменту поднимется он туда не закладывается там места не будет ну хотя поднимется там только для формы вообще сюда в русскую печь входит 7 форм по 3 то есть 21 буфка мы здесь сделали 6 потому что решили сделать лепешки как это? как пасен дрожжей вон там как они сухие пасен дрожжей печку только вылезли все все, пока свободен сейчас я буду за печкой тут смотреть дрова горели все 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 вот и у нас поднялся хлеб тесто сейчас будем закладывать сперва выгребается жар так все это надо делать по коротцам но тоже время и потребуется и А вот так нужно. У меня есть. печь ну не стой не решаешься издалека наблюдай издалека это откуда это ты уже сам должен контролировать а 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 для того чтоб это если чуть не будет не хватать все ставить аккуратно чтоб хлеб не упал иначе будет плохо А пластмаска, извините, лопнет? Кто? Пластмаски. А разве пластмаска? А что это? Маска, сходи. Там в перчатках, видишь, надо. Там горячее. Ты обожжешь. Угу. Маска, сходи. Это сплав металла. С маслом никто стоять не будет, она сразу там подправится. Вот так вот. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Отлично высокие печи получаются длинные, на две сковородки стряпываются. Я еще ни разу не видел, но видел, как это делается. Все, закладывается, закрепляется. Все, здесь сковородку я сейчас ставлю. Все, и засекаем время. Примерно полчаса сперва. Через 20-30 надо смотреть, что там происходит с фирмом. Потому что, если я вдруг пережарил, он будет сверху гореть сильно. Потому что основной жары идет сверху. А если мало жара, тут уже, кажется, ничего не сделаешь. Тут подольше он будет стоять. Час будет стоять. А так, примерно, он 40 минут стоит. И все, ему спец. 40 минут. Нет, 40 минут. Нет, 40 минут. Нет, 40 минут. Ты говоришь, полчаса. На полчаса, через полчаса, смотреть, как хлеб себя чувствует. Если, бывает, он начинает гореть, ты сразу вот эту вот железную хлебешку убираешь и жарю немножко спускаешь, чтобы там немножко охладело. И это, и 10 минут уже. А потом, ну тут по обстоятельствам уже смотришь, как хлеб он готов, не готов. Это глаз надо иметь уже опытный. Так сказать, что точно в такое время, это не скажешь. Ну вот, подошли к последнему этапу. Достаем хлебушекносочный наш. Господь Бог дает по своей великой милости. Вот такие у нас. Вот такая у нас хлебница, можно сказать. Так, да. Кривица. Посмотрим, что у нас тут получилось. Отходи в руку. И готови у нас хлеб. Вот он наш. Вот он. Позови своего отца. Зачем? Чтобы он посмотрел, как ли бы остается. Хорошо. Сейчас, друзья, просто снимай. Ну, смотри. Вот, короче. Пойдем, пойдем, посмотрим. Делаем лестницу. Сейчас он пойдет. Вот. Мой папа. Высокий, двухметровый. Мой папа. Вот. А ты, может, вытек свои перчатки. Ставь. На папа вот так. Сделай. Чтобы он сдал. Не микс. Стой именно вот так. А. Так, натоится. 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 Угу. Только сильно близко не надо. Нужно быть ниже ниже на расстоянии. Можешь сказать, как святая троица. Так. Можешь жить без хлеба. Хм. Удал из хлеба. Все, упал в дровишки. Ну, ничего. Пап, ты дрезнами перчатками? Да не дрезна. Они дрезны. Мы раз березны. А березы? Берез. 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 Дерево чистое. Дрезно. Ум. 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 М. Ум. 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 Горяченький, коренький, горяченький. Достал головешки и горит хлеб. Надо будет это все поставить. Одна, да? Оооо, вот это вообще загорел. Блин, я походу плохо промазал. Нет, нет, там угли были в углу. Мне не попало, можно ли в сторону клубайку? Вот тогда вот. Сейчас вот так развернуть. Может так развернуть, да. Как раз сюда еще дверь, да. Руки тоже уберите, сейчас все откинуть. Ну вот так вот, слава Богу, Господь милости дал нам еще. Давай мне камеру. Сейчас покажем. Ну что, что скажешь, Максим? Что я скажу? В виде такого хлеба. Понравился? Вот, да. Труд наш. Да, наш общий труд. Видишь, как мы здорово, с гула же помощью все сделали. Ну конечно, запах камера не передает, а так и ароматный запах. Так на улице до сих пор работали. Понятное дело. Ощущали запах. Слюнки тягут, да? Вот кое-где. А так он пропьется нормально. Горяченький. Он сейчас должен постоять, остыть. И все будет нормально. Ну все. Слава Богу. Все, слава Богу, да. Аллилуйя. Одна булка только у нас подгорела. Ты что? Ты что? Суешься? Ты думаешь, я зря в рукавицах что ли? Ну все, слава Богу за все. Аллилуйя. Субтитры сделал DimaTorzok.